На несколько часов актовый зал центральной библиотеки превратился в площадку дискотека 80-х. На сцену вышли участники клуба «Дорога в жизнь». Ребята с особенностями развития, которым каждое движение зачастую дается очень нелегко, готовились к этому музыкальному празднику более двух месяцев. Репетиции у нас проходят все на ура, все проходят весело, все получают заряд положительных эмоций, энергии. Поэтому репетиции длятся не меньше трех-четырех часов. Со сцены прозвучали хиты 80-х, всеми любимые песни, летящие походкой, детство, новый поворот, птица счастья. Их слова знают все, и зал пел вместе с артистами. Исполнение было таким искренним, что казалось, будто включили машину времени. Все в точности, как 30-40 лет назад. И костюмы тоже. Мне, конечно, помог клуб. Он мне собрал полный лук для моего концерта. И вот кроме штанов и кроссовок, это все, ну, это мое. А вот это вот мне отдали. У ребят с нарушениями ментального развития особое видение мира, и через песню они передают свои эмоции. Роберт Маритов признается, что каждый раз, когда выходит на сцену, он испытывает целую гамму чувств. Есть уверенность, наверное, она куда-то свыше идет. Даже если когда какие-то слова забываются, потом они, есть надежда еще, вот, чувство надежды, что все пройдет, все будет хорошо. Помогали артистам и волонтеры. По словам руководителя клуба «Дорога в жизни» Елена Толстокорова, дружба обычных ребят с особенными творит чудеса. Особые дети, они смотрят, ну, во-первых, это принятие. То есть они видят, когда принятие нормотипичных, они более раскрываются. Что их принимают, любят такие, какие они есть. А нормотипичные, они учатся, как помогать этим особым детям. В ближайших планах участников клуба следующий концерт. И даже название уже придумано. Музыка-кино. Следите за афишами. Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ.